и снова здравствуй мой случайный зритель и снова я снова пескун ральф вы не думайте его никто не мучает просто он такой разговорчивый у нас было несколько пометов и всего два котенка были вот такие болтливые это матильда которая уехала жить в киев и вот ральф это вот он не пищит это его способ разговора кажется что он вырывается на самом деле постоянно просится на руке ну ладно чтобы никого не беспокоить особенно зоозащитников отпуская малыша но они сейчас будут вокруг меня здесь носиться стоит мне куда-то уйти из комнаты они перемещаются за мной они это ральф и моя брундильда вот это тоже разговорчивая кошечка она вот да особо не вырывается до нас не любовь после того как я выпустила два своих дебютных ролика я услышала мнение одно из них было такое зачем тебе было этот странный шарфик ну вот действительно я не знаю зачем он мне нужен но когда я писала свой первый ролик у меня было еще новогоднее настроение старый новый год вот-вот грядет поэтому будем считать что это атрибут праздника мне его когда-то подарила моя ирландская подружка это цвета ирландского флага подружки нет было осталось почему нет подружки тоже сложный вопрос потому что страны нас развели в себе в гости она меня не хотела приглашать ко мне в гости вот как-то наверное стал уже совестно ездить без безответных приглашений но я все равно храню светлый образ моем сердце ира привет может быть когда-нибудь ты меня увидишь аира это сокращенное имя от полного ирландской революционная армия это чтобы вы знали иду к следующему вопросу опять же из комментариев я просто обратилась профильное сообщество пока мнение комментариев под моими постами особо не пишут мои дорогие друзья не хотят обидеть но я надеюсь все таки что когда-нибудь я услышу искреннее мнение от анонимов которые скажут что лиля ты жирная мне в профильном сообществе все писали ой не партись вы такая фигурист у вас тут у вас там вася но меня это реально парит потому что год назад я повелась на общую истерию и составила себе карту желаний вот она многие женщины знают что такое карта желаний карта желаний это когда вы берете лист бумаги и начинайте визуализировать свои мечты значит вот в правом верхнем углу у вас должно быть богатство ну для меня богатство это крупные каратники бриллианты поэтому я их сюда и прицепила следующем делится кстати все это на квадраты я гуманитарий можно я не буду на скидку говорить сколько квадратов я их посчитаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять на 9 квадратов вот так разлиновывается значит здесь у нас богатство я повесила бриллианты здесь у нас власть взяла корону скипетр и судя по всему какой-то нагрудный третий любовь вот тут у моего мужа возникли вопросы он меня спросил дорогая во первых почему мы со спины а во вторых почему я длинные кудрявые и рыжие волосы а на минуточку замечу хотя мой муж не любит когда о нем рассказываю когда я размещаю в соцсетях его фотографии он лысеет он у меня мужчина с повышенным содержанием тестостерона и вот у него такой возник вопрос ну я немножко замешкалась надо признать у меня на самом деле застег действительно врасплох но я нашелась что ему ответить ему сказал дорогой это просто символический образ на этом двойном портрете изображены любимые персонажи моего любимейшего сериала чужие страны если кто-то смотрит вон также и любит как я ставьте пожалуйста лайк и обязательно подпишитесь мы не должны друг друга потерять нас остается все меньше меньше это джейми это клэр и вот они идут сзади со спины фотография потому что памятки к составлению карты желание было написано самое главное не визуализирует свою любовь с внешнего вида потому что вам судьба притащит этого мужика вот с этим лицом но я побоялась ну хотя я не против конечно чтобы судьба мне привлекли привела такого мужчину правда не знаю как я объясню мужа я ему покляла что замуж я больше не буду выходить и что мы с ним доживем до старости но я и не собираюсь особо его обманывать но наверное все мы немножко мечтаем да в братах питах я немножко мечтаю о самих юни ну ну пусть лучше судьба меня не искушает я не знаю как я себя поведу в этом случае а я наверное должна стать вот такой я наверное такое стало обратите внимание под полами этого плаща не видно фигуру не видно фигуру потому что скорее всего скрывается на фигуре еще вернемся тут фигура вот она в центре вот какой я должна была стать концу года и в течение года здесь изображена я где все это как она куда ушло почему я же не так много жру на самом деле я не так много злоупотребляю но я люблю конфетки да и люблю пироженки я люблю булочки но я не так их часто ел от хлеба участвовал в одном из марафонов стройности какое вообще коварная коварная и зачарование зачем нам обещают что мы будем визуализировать себя стройными чтобы я вошла в новый год вот вот с этим вот с этим и вот с этим я не знаю что с этим делать ну тут все понятно тут значит надо поменять машину машины тоже не поменяла хотя мы планировали здесь наш загородный дух ахахаха я размахнулась здесь как бы мои творческие начинания должны были быть это забыла написать книгу я книгу пишу уже два года а может даже три и я уже говорила в первом ролике что то что я пишу это невыразимо скучно это невыразимо скучно тоскливо и уныло оказывается и глубоко депрессивный человек не скажешь да вот не скажешь я же улыбчивая может быть не всегда мне кстати одно из замечаний сделали скале вы не улыбаетесь так вот специально для вас но я не могу сильно улыбаться просто так надо разговаривать в итоге книги нет единственное что сбылось океан то есть в прошлом году я побывала на берегу индийского океана со стороны кении в малиндии здесь вот какие-то вложения какие-то инвестиции здесь место работы где я хотела бы работать или канал пятницу этого поработала ну ну как говорится ни ему ни сердцу ну никак ничего интересного ничего хорошего хотя пятница остается моей любовью воспоминания такие что один проект не запустился в итоге второй проект очень долго утверждался очень мне пришла к выводу что работать на кого-то это конечно всегда сопряжено с большими трудностями не очень-то я подчинительный человек и вот в этом моя беда но здесь тоже какое-то путешествие видео планировалось здесь изображена азия не знаю кто эти вот люди но мы планировали с моей подружкой они поехать японию в этом году не знаю сложится не сложится ночью я к чему говорю из всех мечт запланированных на 2018 год исполнилась только одна только океан все и я вот думаю я ведь соблюдала все правила я прочитал инструкции вообще ко всему начинанию очень ответственно подхожу вот прежде чем делать и ролики на ютубе прок слушала кучу вебинаров и прочитал литературу поспрашивал знающих людей это же поработал на одном из проектов ютубовских и я когда-нибудь тоже сделаю хорошую хатповую тему если они мне не заплатят но если они заплатят я не буду ничего говорить про них вот и что получается получается что несмотря на то что я изучила все правила и размещение вот этот лист должен был быть у меня перед глазами я утром просыпалась и на него смотрела я себя программировала ну как могло так получиться что книжку я не написала не постройнела корона у меня до сих пор нету бриллиантов не прибавилось машина не поменяла а все остальное утекло утекло сквозь пальцы я поняла одну простую вещь что как бы мы не рассчитывали на то что высшие силы все за нас там наверху сделают на них надеяться не стоит вот не стоит на них совершенно надеяться и даже на себя не стоит надеяться потому что можно себя запрограммировать искать не жреть все равно будешь жрать потому что извините вот гормоны физиология обмен веществ но не прикажешь что этому делу не прикажешь единственное прекрасное средство живот все это обрести и закрыть глаза на многое не приобретенное это влюбиться это встретиться его сэма хьюрина обрести над ним власть получить богатство в виде его любви похудеть и постройнеть от любви создавать всякие поэтические произведения стихи рассказы да просто красиво подружкам рассказать как вы куда-то сходили это уже поэзия это уже девочки будете заслуживать заслушиваться съездить с ним какой-нибудь романтическое путешествие я смотрю у себя в ленте на фейсбуке у кого-то свадебное путешествие у кого-то медовый месяц у кого-то там годовщина знакомства кто-то только познакомился это такой кафе так радуюсь за людей это так круто они даже могут поехать вышний волочок а это уже бомбически красиво это уже прям даже снежинки там какие-то особенные на этих фотографиях не такие как у нас москве с налетом какого-то там солевого покрытия забыл как реагенты да не реагенты там там красивый снежок увиденный влюбленными глазами ну и соответственно там уже плевать на работу любая работа покажется тебе окончанием недели концом пятница ну и вложиться надолго если любовь долговременная то дай бог чтобы прожили с этим чувством долгие долгие годы и не верьте что любовь живет три года это влечение живет три года а настоящее чувство они кристаллизируются и надо пройти несколько этапов для того чтобы по-настоящему оценить что ты человека любишь это нужно не год не два не три не 5 не 7 и даже может быть не 25 лет вот мои родители они между собой часто ругались а когда прошло 30 лет совместной жизни даже больше уже сколько же прошло то уже слушайте под 50 лет уже слушайте под 50 лет уже и вдруг выяснилось что они так любят друг друга и вдруг выяснилось что не такие близкие друг другу люди они настолько друг друга чувствуют и я поняла что вот надо было пройти все эти какие-то шероховатости сложности слез какие-то драмы для того чтобы оценить что именно с этим человеком ты хочешь стариться а все вот эти мимолетные все вот эти наши болезненные воспоминания они пусть уходят настоящая любовь это та которая взаимна то что неразделенно это болезненное состояние и от него надо лечиться а лечиться можно по-всякому можно винишком можно прогулками на природе а можно просто посмотреть мой блог и задать мне вопросы мы вместе посмеемся над вашими сложностями поэтому не забывайте подписываться на меня не забывайте ставить лайк и не забывайте писать конечно колокольчик чтобы вы получали уведомления ну и не смейтесь надо мной особенно сильно но стараюсь как могу уже стараюсь да 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 и